Всем привет, с вами Павел Косенко, сегодня я побуду в роли говорящей головы. В этом видео я хочу поговорить о том, зачем вообще имитируют пленку в наше время. Многие думают, что основную роль здесь играет элемент ностальгии по теплому ламповому изображению. Безусловно, это одна из причин, но не главное. Дело в том, что многие современные фильмы и сериалы снимаются на пленку, целиком или частично. Например, некоторые сцены снимают на пленку, некоторые на цифру, а потом цифровое изображение приводится к пленочному. При этом сама картинка получается довольно качественной, особенно если кино снимается на пленку формата 35 или 65 мм. Например, из относительно свежих фильмов целиком на пленку сняты такие фильмы, как «Бедные и несчастные», «Опенгеймер», «Убийцы цветочной луны», «Вавилон», «Последний форсаж 9», «Не смотрите наверх», «Последние звездные войны», «Довод», «Однажды в Голливуде», «Сериалы «Мир дикого запада», «Во все тяжкие» и так далее. Так почему же современная киноиндустрия так активно использует пленку? Казалось бы, цифровые изображения лучше. Они более детализированные, в них больше запаса информации в цветах и тенях, более высокая частота кадров, чистые неискаженные цвета, похожие на то, как мы воспринимаем их в реальной жизни и так далее. Но оказалось, что именно это и является проблемой. Проблемой, так сказать, художественных выразительных средств. Проблемой эстетического восприятия зрителем, которого совершенно не интересуют, какие цвета были в реальной жизни. Ему важно, чтобы кино было красивым, а не похожим на новость или телесериал в плохом смысле этого слова. Если помните, в 2000-х годах мыльные оперы снимались с высокой частотой кадров, около 60 кадров в секунду, и не подвергались никакой специальной обработке. Поэтому они выглядели чрезмерно реалистично. Было сразу видно, что это не кино, а какая-то телепародия на кинематограф. И дальше встает вопрос, а как, собственно, сделать красиво. И тут выясняется, что лучше всего с этим справляется пленка. Дело в том, что аналоговым фото-кинотехнологиям на сегодняшний день более 150 лет. И почти все это время производители сначала светочувствительных пластин, затем фото- и кинопленок уделяли огромное количество внимания вопросам эстетики. То есть не тому, как технически точно воспроизвести изображение, а тому, как сделать его выразительным. В том числе это связано с тем, что фотография с самого своего рождения пыталась завоевать свое место в искусстве и всегда конкурировала с живописью. Ну а живопись реалистично не была никогда, даже когда речь шла о заказных портретах. Хотя бы потому, что портретируемые всегда хотели выглядеть на полотне лучше, чем в жизни. В искусстве, фотографии и кино самый богатый эстетический опыт обмана привнесла компания Кодек. Для этого она создала исследовательскую лабораторию, которой просуществовало 36 лет. Все это время ее возглавлял Роберт Хант, который потом написал большую 800-страничную книгу под названием «Цветовоспроизведение». Этот исследовательский проект обошелся компании Кодек в 2 миллиарда долларов старыми деньгами, то есть примерно 20 миллиардов долларов современными. Задачей лаборатории было изучение восприятия человека и создание пленок с выразительными цветовыми решениями под те или иные задачи съемки. Для этого химики активно сотрудничали с представителями эстетических профессий, фотографами, операторами кино, колористами, искусствоведами и так далее. Ни одна компания в мире, которая производит современные цифровые сенсоры и цифровые камеры, полноценными эстетическими исследованиями не занимается и никогда не занималась. А как же компания Fuji, спросите вы? Ведь у них есть опыт производства фото и кинопленок. Да, есть, но этот опыт так или иначе опирается на опыт Кодека, потому что масштабное исследование на стыке технологий и эстетики проводил только Кодек. Задачей производителей цифровой техники всегда было и остается технически безупречный захват информации об изображении. Именно поэтому в фотографии так распространен сырой формат RAW, а в кино также еще и малоконтрастный формат LOG. Считается, что дальнейшая проявка технически совершенного изображения это задача пользователя, то есть фотографа, оператора, режиссера, колориста и так далее. Но когда эти люди начинают крутить кривые, двигать ползунки контраста и использовать прочие цифровые инструменты в графических редакторах, картинка обычно довольно быстро начинает разваливаться. Имеется в виду эстетически разваливаться. Потому что программы для редактирования изображений создаются в основном инженерами, которые, как правило, к сожалению, ничего не понимают в эстетике. При всем уважении. Стандартные инструменты в Photoshop, DaVinci Resolve, Adobe Premiere и других редакторах не просто не помогают добиться красивой картинки, но и наоборот уводят от нее с каждым этапом редактирования. Понятно, что очень опытные пользователи, имеется в виду как технические, так и эстетически опытные, умеют с этим разобраться и достичь неплохих результатов. Но процесс при этом зачастую превращается в борьбу с проблемами, а не творческое созидание. В общем, оказалось, что получить выразительное гармоничное и эффектное изображение совсем не так просто, как это кажется на первый взгляд. И тут на помощь приходит тот самый 150-летний аналоговый опыт фото кинопленки и соответствующих технологий, где эстетические решения выверены уже, можно сказать, столетиями. Именно поэтому, как говорится, ежики плакали, кусались, но продолжали есть кактусы. Как бы не развивались цифровые технологии фотографии и кино, пленочная эстетика была и остается основным визуальным ориентиром для современного искусства. Использование пленки или качественных технологий ее имитации – это самый надежный и быстрый способ получения выразительного изображения. И тут возникает вопрос, что же лучше – снять на пленку или имитировать ее в цифровом изображении? Скажу честно, однозначного ответа на этот вопрос не существует. В некоторых случаях особо требовательным авторам, вроде Тарантино или Нолана, проще, быстрее, дешевле и, судя по всему, приятнее снять на пленку. Потому что цветокоррекция в кино, этот процесс называется color grading, весьма трудоемкий, длительный и, мягко говоря, недешевый. Для полнометражных фильмов он может стоить миллионы долларов. Понятно, что и пленочное кинопроизводство тоже стоит недешево. Поэтому авторы сами решают, что им оптимальнее, быстрее и удобнее, в данном конкретном случае, под данную конкретную задачу. Как я уже говорил, зачастую используется комбинированная технология. Например, для каждой сцены снимается эталонный пленочный футаж, а затем все дубли снимаются на цифру. Далее на постпродакшнные цифровая картинка приводится к эталонной аналоговой с помощью тех или иных инструментов эмуляции пленки. Эмуляция или симуляция. Тут наступает время поговорить о профессиональной терминологии. В английском языке используются два термина, обозначающие разные задачи. Первый фильм симуляшн, по-русски симуляция пленки. Означает придание изображению некоторого абстрактного вида, чем-то напоминающего пленку. Речь идет не об имитации каких-то конкретных пленок, а о некоторых стереотипных свойствах пленок вообще. Например, в камерах Fuji есть встроенные так называемые пленочные профили. Они называются, например, Classic Chrome или Nostalgic Negative и так далее. Как вы понимаете, таких пленок не существует и никогда не существовало. Это просто некие цветовые решения компании Fuji, которые имеют гораздо больше отношения к маркетингу, чем к пленкам. Тем не менее, эти решения вполне имеют право на существование, а компания Fuji достойна похвалы за эксперименты по эстетизации цифрового изображения, если так можно сказать. Эксперименты, но, к сожалению, не исследования. Когда же речь идет об имитации конкретных пленок, существующих или существовавших в реальной жизни, для этого используют термин Film Emulation. По-русски мы говорим эмуляция пленки или имитация пленки. Это значительно более сложная задача, подразумевающая определенные научные исследования, создание технологий сэмплирования аналоговых материалов и инструментов, которые воспроизводят аналоговые методы обработки. В результате имитации изображение становится похожим на то, которое можно получить с помощью конкретной пленки, чьи характеристики, собственно, и отсэмплированы и воспроизведены цифровым способом. То есть, когда речь идет об эмуляции, речь идет не об абстрактных пленках, а о вполне конкретных. Например, кодек Vision 3 250D, Fuji Color Pro 400H и так далее. Собственно, именно такие технологии и используются в кино. Какие существуют инструменты для эмуляции пленки? На самом деле, программ, приложения и плагинов, которые обещают имитацию пленки, очень и очень много. Но, к сожалению, подавляющее большинство из них не имеет под собой никакой научной базы. Чаще всего это некие пресеты с зашитыми внутрь лутами, настроенными на вкус создателей. Иногда названные конкретными пленками, но реально не имеющие к ним отношения. Не говоря о том, что подобный софт редко имитирует базовые пленочные характеристики. Максимум, ну кроме цвета, зерно. И довольно плохо обычно. Но ни блума, ни холейшина, ни прочих принципиально важных свойств пленки и соответствующих инструментов вы там не найдете. На мой взгляд, наиболее корректный список производителей софта для эмуляции пленки представлен в статье Film Emulation на Википедии. Ссылку я дам в описании к этому видео. Лично у меня вызывают некоторые сомнения последние три пункта в этом списке, но первые четыре это точно про эмуляцию пленки. С соответствующими научными исследованиями, ну или как минимум околонаучными, соответствующими решениями и соответствующими инструментами. Собственно, это и есть четыре основных производителя софта, чьи продукты используются в современной киноиндустрии и в частности в Голливуде. Так как я являюсь основателем проекта Dehancer, который входит в этот список, понятно, что я могу долго и довольно подробно рассказывать, чем наши продукты лучше. Но я не буду этого делать в этом видео, потому что оно посвящено вопросам имитации пленки в общем виде. Отмечу лишь, что Dehancer единственный производитель софта, который имеет собственную аналоговую лабораторию полного цикла и на базе лабораторных исследований создал ноу-хау сэмплирования пленок через их оптическую печать. Так не умеет больше никто. Мы считаем, что наш метод позволяет засэмплировать и воспроизвести максимально истинные характеристики фото и кинопленок и других аналоговых технологий. Например, у нас есть Ambrotip и Polaroid и кое-что еще. Тем не менее, на мой взгляд, остальные три основных производителя в этом списке тоже выпускают вполне качественный софт, достойный внимания. Они используют другие методы сэмплирования, но, по крайней мере, достоверно известно, что они тоже базируются на исследованиях, а не на отсебятины. Поэтому лично я очень уважительно отношусь к этим разработчикам и к их продуктам и думаю, что вы можете самостоятельно пощупать решение всех четырех компаний и выбрать то, что вам больше всего понравится или будет наиболее удобным. Большинство профессиональных колористов, которых я знаю лично, а это не один десяток человек, имеют все эти инструменты и используют их поочередно под конкретные задачи. На этом сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и, конечно, снимайте на пленку или, как минимум, имитируйте пленку. А лучше и то, и другое. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok